Чувствуется режиссерский уже такой ход у меня, да? Уже становлюсь опытным ютюбером. Так, вот так мы с Виолеттой ездим за фруктами по утрам. Вот, сегодня, как обещал, поговорим про драконы. Вот, не удержался еще вот этого зверька, еще пришлось взять. Вообще отдает за полтинник, я их брал по 100 сначала, потом по 80. А вот этот мужик, про которого я уже рассказывал, вот просто каждый день берешь в одного человека, все, там уже любовь. 50 тысяч, отличный дурик вообще огромный. Вот, ну и основная тема, вот дракончики, ну и арбуз, про арбуз еще на Бали отдельно поговорим. Все, разделываем сейчас и будем кушать. Ну вот, помыли, немножечко разделываем. Драконы вообще бывают белые и красные. Ну, белые у них какой-то, ну, такой более, что ли, более нейтральный вкус. Вот, а красненькие, они такие и посочнее, такую напоминают свеколку. Ну, не скажешь, что у дракона какой-то резкий вкус. Такой он, ну, нейтральный, скажем, ну, такой, такой водянисто-нежный. Я его, честно сказать, так особо не люблю, но кушаем для разнообразия. Вот, приятно так его иногда. Песенка про мороз. Смешком укутывал у нас как раз на заднем фоне. Ну, в России весна, так что уже скоро. Маленькие семечки. Ну, они там проходят такой щеточкой по вашему ЖКТ. Так получилось, что вчера что-то сел сайтом заниматься, с утра только позавтракал, до вечера не ел. Потом что-то уже раз такой ближе к вечеру, думаю, а что я буду есть. Взял еще денек, не ел. Ну, так это легко становится, когда ты в основном, основа твоего рациона все-таки фрукты с овощами. И когда ты вот, ну, практикуешь время от времени голодания немножко. Ладно, мы дочищаем, а по традиции даем Виолите. Виолет, ты будешь? Давай пробуй. Ну, вкусно. Ну, все. Все, на сегодня пока. Виолет, пока. Пока.